Партнер программы – Торговый дом Верхнеудинск. Стиль и практичность, динамика и качество в новых летних коллекциях «Апанаш» и «Штальман». Мода прямиком из Германии до 58-го размера в Торговом доме Верхнеудинск. Начинаем новый сезон! Сегодня вы узнаете, почему первый городской лифт появился в холодильнике. В первой половине 20-го века СССР проводила относительно либеральную новую экономическую политику. Именно во времена первой пятилетки, а это 30-е годы, в Улан-Удэ были построены крупнейшие промышленные предприятия. В столице запустили ТЭЦ и мощную электростанцию. На базе бывшего завода «Механлит» был создан завод «Электромашина». Его продукция пользовалась популярностью в 30 странах мира. Город рос и развивался. На пустырях вырастали новые дома, в лесу появлялись поселки. Именно среди соснового леса в 35-м году началось строительство Заудинского мелькомбината. Это была ударная стройка. Предприятие возвели всего за полтора года. Воспоминаниям сторожилов работали в любую погоду. В лесу выросли производственные помещения, склады, жилые дома и даже детский садик и школа. В 35-й год вообще богат на впечатления. Именно тогда в городе появилось самое большое и самое высокое здание. Им оказался холодильник мясоконсервного комбината емкостью 800 тонн. В этом холодильнике установили первый в Бурятии лифт. И мы сейчас на нем прокатимся. О, тушенка! Кстати, первая банка тушенки знаменитого мясоконсервного комбината появится только через 5 лет. А в годы Великой Отечественной предприятие будет ориентировано на фронт. Как вы думаете, что здесь выпускали? Вы знаете, что в годы Великой Отечественной выпускал наш мясоконсервный комбинат? Какую продукцию? Не знаю даже. Нет. Только тушенка в банках. Не помню, как это. Вот эти, по-моему, банки тушенку отправляли. Тушенку, кашу, наверное, перловые. Вы почти угадали. С конвейера действительно на фронт отправляли мясопродукты. А еще теплые меховые рукавицы, шапки, тулупы и даже валенки валяли. Кстати, в эти же военные годы началось строительство и тонкосуконной фабрики. Сейчас тут клубы, рестораны, магазины. А чуть больше полувека назад здесь было освоено производство грубошерстного сукна. В год выпускали по 800 тысяч метров. Это как если бы выложить шерстяную дорогу от Владивостока до Москвы. После войны фабрика прославилась качественными шерстяными тонкими тканями. Ее лучшие образцы в 1958 году были представлены на всемирной выставке в Брюсселе. Вот они, видите, яркие ткани Золануде. Работницы фабрики отличались не только трудолюбием, но и инициативностью. Ведь именно по их просьбе улицу Текстильную переименовали в улицу Валентины Терешковой. Часть первого полета в космос – женщины-космонавта. Кстати, Ярославской ткачехи. Что говорить, тогда работники на производствах были охвачены соревнованиями. Что не друженик, то стахановец или ударник. В военные годы уже никто не удивлялся рабочим, выполнявшим план на 200%. Да что там, появились новые имена тысячников. Впрочем, неудивительно, ведь рабочая неделя была семидневной. За 10 лет в республике было введено в эксплуатацию 118 предприятий и заводов. Многие стройки были народными. В строительстве принимали участие горожане, свободное от работы время. Именно тогда население Лануды увеличится в 5 раз. И в городе появится 3 новых района. Но это уже совсем другая история. Эта любовная история началась на рубеже эпохи Водолея. Именно тогда состоялось первое знакомство россиянок и маэстро французского происхождения. Как оказалось, эта встреча была предначертана судьбой. Об этом говорит даже тот факт, что на российском небосклоне сожглась звезда. Ее так и назвали – звезда братьев Париант. Звездочеты нисколько не сомневались в успехе этого тандема. И вот уже 10 лет неизбалованной роскошью россиянки очарованы творениями дизайнеров французской компании со сказочным названием «Наф-Наф». На этот раз французский бренд приготовил коллекцию, в которой найдутся ответы на вечный женский вопрос – что надеть? И требовательные леди, собирающиеся на важную встречу, и ветреные студентки, спешащие на первое свидание. Новая коллекция «Наф-Наф» – это модный микс, сочетание, казалось бы, несочетаемого – комфорта и свободы, классики и повседневности, оригинальности и традиций. Даже в строгий костюм добавили элементы спортивной одежды. В летней коллекции «Наф-Наф» есть и наряды унисекс, кстати, я вас сейчас удивлю, сарафан. Изначально в России его носили и мужчины, и женщины. Да-да, не удивляйтесь, определились россияне только к середине 17 века. Именно тогда сарафан стал исключительно частью женского гардероба. Стилисты «Наф-Наф» при создании летней коллекции использовали разные мотивы. Здесь чувствуется и влияние Востока, там носили персидские сарапы, греческие и дорические наряды, и воздействие Европы. Свою лепту еще в 19 веке внес Пьер Карден. В 1965 году созданные им мини-сарафаны произвели настоящий фурор. В наше время сарафан остается одеждой на все случаи жизни. Ведь наряды от «Наф-Наф» создаются для того, чтобы вы, надев платье, почувствовали ощущение счастья и небывалой легкости. А еще желание достать до неба рукой. Дизайнеры «Наф-Наф» конечно не звездочеты, но они каждый год угадывают наши желания. И звезды здесь совсем ни при чем. Субтитры подогнал «Симон»